Глава 39 В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. Что же послал? Письма, содержащие приветствия и послов с дарами. Видишь ли, какая польза произошла из болезни Езекии? Видишь ли плоды победы? Те, которые своими войсками преследовали иудеев и не признавали их за людей, но считали бесправным народом. Эти самые прислали послов, требовали мира, заботились о религии иудеев и желали принять их закон. Посылать послов вместе с дарами после выздоровления, значило не только просить о мире, но также вступать в дружбу, значило примирение. И Езекий обнаружил им чистую дружественную любовь. Но пророк говорит Езекии. Стих 3 Пришел пророк Исаия к царю Езекий и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они пришли к себе, Езекий сказал, из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. Езекий открыл не то, что они сказали, но откуда они пришли. Но разве пророк не знал об этом, что спросил его? После того он показывает, что он спросил об этом не потому, что не знал. Он предсказал грядущий плен. Мы должны исследовать причину наказания пленом. Хотя она не указана, однако в ней может заключить из радости развеличавшегося Езекия. Подобно тому, как не указана причина его болезни, мы полагаем, что таковой была гордость. Так, хотя теперь и не открывается причина прихода послов, однако мы думаем, что она заключается в том, что он надеялся на людей, а не на Бога. Ему неприлично было надеяться на людей и вступать с ними в дружбу. Тем не менее, побежденный дарами, он показывает им не то, что прилично было, а напротив, показывает им дом. Почему же ты привязываешь к себе этих друзей, а не Бога, в котором была вся твоя безопасность? Некоторые думают, что он пожелал, показав им сокровища, устрашить их на тот случай, когда ему надлежало пользоваться иными вещами длинной цели. Другие же говорят, что послы пришли за тем, чтобы узнать причину происшедшего знамения. Так как тот день исцеления Езеки был продолжителен, более продолжителен, неже прочие дни, был десятый час, и Солнце вновь возвратилось еще на десять часов. Вследствие прихода и возвращения его стало много часов, а потом Солнце совершило сообразно своему течению еще двенадцать часов. Вавилоняне, смотря на такую вещь удивленными глазами, пришли спросить о происшедшем знамении, так как в один день Солнце должно было совершить течение тридцати двух часов. Поэтому Пророк и говорит, что говорили эти мужи. Езеки не стал показывать им великого Бога, сотворившего дивное, а показал им то, что он мог показать из человеческих дел. Но он не помыслил о том, что написано «Проклят человек, который надеется на человека». Иеремия 17, 5. И сказал Исаии Езеки, выслушай слово Господа Саваофа. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сегодня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Другие говорят «Евнухов твоих сыновей». Правильно думают некоторые, что это написано о Данииле, который происходил из царского семени, которого сделали евнухом, а также и о трех отроках. И сказал Иезеки Исаии, «Благослово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил Он мир, и благостояние прибудут в одни Мои». Исаии говорил «И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Но не так говорили те великие и дивные мужи. «А как же? Не перестаю благодарить о вас, помня о вас в молитвах моих, Ефесянам 1.16. Вот я согрешил, я пастор, сделал зло. А в чем виноваты эти овцы?» – говорил Давид. А также другой праведник. «Если простишь им грех, то прости. А если нет, то и меня изгладь из книги, в которую ты вписал». Видя скорби тех, с которыми они жили, они не чувствовали своей скорби, а тот языке не думал о скорбях других, сам находясь в благополучии. И его нрав был человеческим, а нрав тех – ангельским. Он был суровым и жестоким относительно родственников, а те были добрыми и благожелательными, даже относительно чужеродных. Говорим так, чтобы не делать того же. Если тот богач, который был жесток к Лазарю, был так милостив в мучениях, то тем более нам следует быть милостивыми. Смотри, какую пользу получил тот от мучений. Праведний Езекий не заботился даже о своих детях, напротив, беззаконный и жестокий не забыл о своих близнях. Хотя он был в муках, однако он не удержался от молений и прошений. Хотя он не мог принести им никакого утешения, однако он все молил и просил. Где те, которые говорят, что утешением живущих в мучениях служит то, чтобы все вместе находились в муках. Вот тот богач не просил о том, чтобы мучение прибавлялось к мучениям, но просил, чтобы братья его не грешили, и чтобы они не жили также в мучениях, до которых они еще и не дошли. И в самом деле, что пользует тебе человек желать видеть других в мучениях? Уже ли это для тебя будет утешением в скорби? Уже ли от того мучения будут более легкими? Конечно, говорят. Но рассуждая так, ты не знаешь, как велики мучения. Уже ли ты думаешь, что богач был один в муках, а не вместе с шестистами товарищами по наказаниям? То, что он был не один, а вместе со многими, узнает слов Авраама. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Уже ли множество народа делает жар пламени более легким? Никак. Иудеям, которые были отведены в плен, хотя их было много, уже ли это служило утешением? Если ты, человек, воспользуешься светом разума, то ты поймешь, что в мучениях других тебе могут помочь только молитвы, для того, чтобы ты нашел спасение. Если же мы все виновны перед Господом, против его, то кто может утолить гнев его? Так как Изекий был столь жесток к своим детям, то смотри, как утешил его милостивый Господь.